Вот это палево, блин. Сейчас соскочит вот эта цепь отсюда. Тихо, тихо! Ну, я-мо-я! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Короче, парни, я просмотрел всю эту историю, как он стачивал поршня. Тогда хотя бы расскажи, как это все происходило-то, а? Ну-ка, сколько ты стачил? Много? Нет, где-то полдесятка. Скуда? Ну, полдесятка где-то. Ну, то есть, этот... И что, оно все в плоскости ровно, да? В холл-миллиметр? Конечно, они же. На пальце, если соединять, только они будут одинаковые. Ну, ну, все не надо, не отключу. Надо их помыть еще. Ладно. Прошня в одну. На стекло ставишь, да, чтобы они ровно были. Все. Потом хомутиком таким. Делаешь хомутик общий, чтобы она не кувыркалась. Можно просто руками. И что, и наждачкой, или чем? Все, наждачная бумага. И на ровной поверхности. Ну, у меня стекло есть. Я на стекло. Ну, ты те на 402-м так же стачивал, да? Так же сам. Сначала грубый немножко. Потом даешь остыть. Потому что они нагреваются и уходят с размера. Очень много уходит. Буквально чуть походишь, смотришь. Короче, они выступали из блока, да, получается? А сейчас они что, под фаской, да? Они не должны быть у меня уходят. Сейчас-то сколько? Ну, как там, то они должны быть возле вот этой кромочки стоять. Не здесь, а вот здесь. Ну, немножко утопленные. Сейчас так, да? Должна быть. Ну, я помою еще, померю их. Нет, я уже высчитал. То, что мне надо, я уже это все высчитал. Это что, как она называется? Степень сжатия, да? Да. То есть, ты под нее уже вот это срезал? Где-то 8,57 получается. Ну, где-то 8,6. Да? Степень сжатия? Должна быть, да. Ну, вот так вот как-то. Блин, проглядел я. Ты, наверное, специально не стал это показывать? Собака. Да ладно, тут ничего такого, ничего такого секретного нету. Стачиваешь и все, да? Да, ничего такого. Только не торопишься и... На нервы никто не действует. Да, да. Сердечные девайки, да? Ну, они так же там не было у них, наверное, разбеги. Ну, было, не было, но все равно, да? Развесим? Ну, развесим. Как будет весовой контроль? Давай. Нагрузка на ось. Второй сырый не надо. Подожди. Уберем. 1548. А? 1548. 1548. Забараешь лавочку мою? Ай! Кону. Саня, делай, делай, блядь, неделю. 1548. Один шатун там. Такого-то нельзя убирать уже. Нечего бы убирать. О, не понял. Сколько это получается? 6? Что-то все одинаковые были. Вот моторист, блядь. Что делай-то, а паразитирует реально. Это, беги от него. Беги. Два граммульки были стачивают, да? А тут немножко и видно, немножко как бы больше, ну, отлитки. Сам поршень, да? Ну, юбочка. А эти же ты взвешивал, они же одинаковые были, да? Тот наоборот, тот на 2 грамма тяжелее, вот, который я показал. Да. Там один был на 2 грамма тяжелее только. Мамочка. Ой, красоту Пашка наводит. Мамочан. да нормально вот так вот эту потом этим покрасить очистили вот я уже стоят вот фасочку видно все чики-пики всегда режутся фаски здесь тоже очень такой нонсенс для меня конечно в диковинку ну здесь пишут фаску только одну фаску широко пятиградусную и тут еще немного эта внутренняя есть фаска на этом на всасывающем по моему там обычно всегда три фаски режут для дизеля там по 15 45 75 ну и там тоже сейчас не смогу точно сказать где выхлоп всасывающий и эти 30 45 на 60 почему седло само это не раскаляется если бы раскалилась боседло до красна она тут же и выпало с алюминия еще до раскалится до 1200 градусов а алюминия температура плавления будет 360 или сколько градусов она просто проплавит и тупо никакая тебе жидкость не поможет там не так а вот кромки они нагреваются если оставить угол 45 чистый угол это будет более острый угол чем заход 15 45 на то есть 75 на 45 и на 15 тогда углы немножко расправляются и тело массы самого этого металла увеличивается эти кромки уже не так нагревается и не так распляскивает клапан просто-напросто нет не выезжает любой дизель старый возьми он долго ходит а эти которые вот один фаску нарежем а ты сейчас что клапаната притирал там как под 45 да получится там у меня три сделал фаски так как положено не так как по книге я сделал так как положено так как нас учили мне не надо изобретать ничего нас так учили и наши советские савдеповские машины до сих пор ходят все два некогда менять и будто не ходить никуда не денутся во первых седло если новая даже фаску ты по 45 разойдет ну то есть расширошишь ее до всего имеет тоже толщину определенная ну в основном на толщина если по 45 резать то она обычно совпадает с клапаном то есть наружный диаметр седло он чуть чуть больше чем сам папа немногим больше но и внутренне ну то есть там даваться подробностям не будем вот там сколько там 32 на 36 грубо говоря да там 4 миллиметра стенка все точно клапан тоже у него рабочие есть поверхность если взять не по катету нормально у него тоже получается 4 миллиметра вот ты нарезаешь маленькую фасочку там два миллиметра клапан не садится он только на самый краешек в начале захода а клапан должен сидеть вот именно на своем уровне чтобы было в середине и там и там поэтому у рабочей есть поверхности и определенное расстояние если два миллиметра рабочая опаска там ее просто два миллиметра чертим на клапане чтобы она была по центру тогда меньше и греется сами клапана это сама шляпа нет ни калильного зажигания не детенционных стук не надо этому мозгу придумывать как обогнать это зажигание или опередить или опозднить там решу ты еще как он должен определенно сидеть на определенной глубине ну ты получается ты не просто их притирал да как бы а там что-то выравнивал эту фаску ли чудо я выравниваю фан там видишь там фаска она нарезана неровно было неровно вот так вот было нарезано клапан там стал ровно потом преработался и он упал сместился и по направляющим уже как бы угол идет и он постепенно у ползал ему сторону слушая там в комментариях писал что-то то что короче у меня нет таких не хер там что-то было долго так это четыре дня отчетом но можно было прошорошить что-то там и потом притереть ну вот видишь хорошая где шарошенная ну вот эта головка она тоже шарошенная но но если криво фаски на шарошили кто ее мне пришлось грубо говоря выравнивать фаски вытягивать дальше опять ему же отвести чтобы он не расшарошил другую теперь криво сделал сторону нет уж один раз делали хватит я лучше три дня потрачу ничего страшного зато я буду знать что я сделал и как я сделал и вес весь допустим несколько там есть килограмм я так беру и до конца сдавил но про этот да кто-то уже поменял двойная там да я даже наполни не могу сдавить он почти мой вес выдерживает не знаю там 45 точно будет здесь а тут то нет тут и половина не будет вот это уже двойная пружина это вот все еще не надо ты одну только поменял в общем все пилеты пересухарили да да все две пружины как положим восьмерочные эти то же самое все новые точно такая где стояли да ну как не болтай куда не стояли да мы их новое поставили другие другие все комплект полосу но хотя они стояли такие же самые как и здесь ну то есть по сжатию они одинаковые что вот эти новые что вот это вот старая одна стояла она восьмерочная есть да я просто сразу все поставил новые не стал ничего не экспериментировать не занимаюсь лучше бы внутренности нормально собрали хернёй занимаешься этот краскопультами всякие они нормально все должно быть чинно благородно блин самое главное вот все собрано чики-пики затарились шлангами дядя паша там просил шланги взял болты в целлофане в смазки на гбц взял 10 штук новых 12 12 12 7 получается а там а там а тут 12 7 миллиметров зажор мало так нет войдет же все нет вот такой масляный щель такая машина и будет ванна но жидко чем жиже тем лучше масло будет ввиду что там это мало будет циркуляции да да протока мало на этот может захватить одну порцию когда очень густое масло будет а это может здесь оставаться и потом будет масляное такое привистое голодание ну пока двигатель нагреется но возможно такое возможно хотя на татре там тоже там рядышком тоже где-то около сантиметра вот такая же щетка на 20 на 20 витрах карте но ничего там давление спать не поднялось так что не думаю да давай куплю другой поставим сразу на комнате что-то шумит натяжной ролик это называется ну да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой Хер его знает, проходит, не походит он Дядя Паша тут обработал все Хаммерай там красочкой черной Подчистил Этим мы заниматься не будем Нонче По осени, может, если кабину будем переваривать Так же, как на Жизели То сразу это все обработаем Потом переваривать на пороге Подножки тоже Вот, дядя Паша уже все подготовил Все чики-пики ЗМЗ Это мы уже все Моторный отсек за шумом Мы изолировали Пол тоже Печку Кто помнит, тоже сделали Жарище в машине В общем, ладно Остались пороги Тут по мелочи все Машина неплохая, конечно Но, блин Огорчает то, что вот у меня Рама Рама, вот она тут немного Лопнула Переделывали Переваривали В общем Вот тут подварили Вот в этом месте Вот это, конечно, огорчает Вот так, блин Амортизаторы СС 20 вкруг Новые поставил Какая-то шоссе, по-моему, они трассы Резина новая, блин Мотор новый Ладно Нового дня Он просто Прикрация Деум aha Christine Тixeth Переделывали Подпишись По там Чистэн Подпишись Ладно Все это опасно конечно И возможно чревато Что-то мне вот эти места вообще не нравятся Вот эти И вот эти Ну да ладно Слушай, что-то мне не нравится здесь не режим Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера На морском песочке Я Марусю встретил В розовых чулочках Талия в курсете Да-да-да-да Эх в розовых чулочках Да-да-да-да Эх талия в курсете Вдруг патруль облава Заштормила море До свидания, Пава Я вернусь вскоре До свидания, Пава Я вернусь вскоре На этом установился На 145 Это у меня уже третий заход И это третья протяжка у тебя, да? Ну да На три прихода, да, ты делаешь? Ну-ну Ты как первый раз давай А как они протягиваются? Ну-ка, расскажи Ты помнишь так на помощи? Откуда начинаешь? Начинаем Короче, когда двигатель стоит к нам Ну, грубо говоря Ну да Впереди Со стороны всасывающего коллектора Напротив Самый дальний болт Вот здесь вот у нас всасывающий коллектор Мы тянем у нас первый болт По центру головки Потом он будет первый у нас Потом идет второй Потом идет у нас третий Потом против Часовой стрелки идет Четвертый Потом пятый Потом шестой Потом диагональ Седьмой Восьмой Девятый Десятый И на второй приход Так же тянется? Одинаково Первый приход Второй приход Третий Первый приход Сколько килограмм усилий? Давай не на ньютону метр А по килограммам Говори Семь Килограмм Да, семь килограмм А ньютону это что? Семьдесят Семьдесят Потом делаешь паузу Выдюшку Сколько? Минуты полторы Две Можно попав дольше Потому что у нас тут Меняется погода Ну, это Она тоже идет Заширение идет у них Потом делаешь Здесь я сделал На девять Потом пошел Второй приход Да На девять килограмм Девяносто Ньютону метров Да? Короче, получается так Если на семьдесят Сделать То со второго Приходу У нас получится До конца Затяжка Сто сорок пять Это будет девяносто Почти градус Ну, понятно Перепроверим Короче, кто как тянет Я так что-то Это Как Где-то Где-то заходил Там на эти форумы Газелистов Че только не пишут Так и так и сяк Походу Такое ощущение Что каждый По-своему тянет Да? Вот У нас первый Щелкает Вот эта протяжка Да Третья уже Да? Подход Ну, она Сейчас Я просто Перепроверяю Давай Второй Это сколько у тебя В ньютон? 145 145 Четвертый И то, видишь, Чепотсело немножко Угу Потом у нас Идет сюда Пятый Подсаживается Немножечко Шестой Потом у нас Вот тут Седьмой Восьмой Девятый Десятый Потом, когда мы Все это будем Корректора Собирать еще Окончательно Еще перепроверку Сделаем Чтоб не просел Она должна Допустим Если она остановилась Она остановилась Она так Обычно Еще от погоды Я сберу Немного Может Еще как бы Ну, короче Вот ты на этом Как есть Так и будешь Потом Это Ребята Это максималка От 130 До 145 А почему ты Максималку поставил У нас уже Башка шли Ну, фрезерованная Если бы Это был бы Норматив Ну Норма То можно было От 130 Ну, потом Все равно Перепроверить Даже На 145 Можно Потом пройти Давай Парни У меня, конечно Тут я проморгал Прошу прощения Что не заснял Тут кое-какие Моменты По сборке Но Это самая Пашка Просто машину Надо срочно Он ее Тут без меня Тут собирал В общем Че мы Давай Расскажем Че мы поставили Прокладку Мы поставили Металлическую Да? Да Ну, толстую Толстую Так, степень сжатия Ты там Подгадал Что там Сколько получается Где-то 8 8,8 8,8 Так Занижено Че там Еще Еще сделали Так Какого еще Интересного Ну, поршня у нас Они и так Выпрыгивали А мы же Поршня сточили Ну, мы блок Почти десятку Убрали Так Поставили Помпу Новую Этот натяжитель Новый Да Уживной Поменяли Ну, че Поршневую Новую Поставили Че еще Там Один момент Когда насос Устанавливал Ихние Шестигранники Родные Они чуть-чуть Длиннее И она Упирается Шестигранник В крышку И вот И не садится Насос Немножко Шестигранник Чуть-чуть Подточить И там Кронштейн Какой? Который Насос Сбоку Держит На Коверной Подшипник Такой Крештейн И наш Он тоже Не подходит И вот Там Надо Тоже Немножко Рассверливать Да Там Смещение Есть Так Че Мы Взяли Сейчас Эти Шестерни Идеальная Фаза Да Поставим Их Че Еще Ну все Ну и двойные Пружины Пашка Заменил На двойные Все Новые Установили А ты не брал Транспортируй Транспортируй Не взял Че дядя Паша Красота Какая Красота Красота Короче не могу я найти Как он называется Ее можно в любое время Поставить Да Че-то в масле Все Где Я же смазывал Повозже Вот Короче говоря Купил Транспортир Кто не шел А Это Да Его Можно Поставить Потом Да Вон Она Вставится На Эти Болки Так Там Она Двух Видов Я Короче Не стал Покупать Пашка Все Подчистил Жаростойкой Да Черная краска Нас Подой Да Нормально А вот Антифриз Желтый Купили Так Что Вот Так Ну Ладно Ребята На этом Мы откланяемся В следующей серии Будет Обкатка Запуск В общем И еще Кое Что Поэтому Поддержите Лайками Не забывайте Подписывайтесь На канал Всем Добра Берегите себя Мужики Удачи На дороге Пока Долго Ждать Не Придется Продолжение следует